Приветствую вас, Валерий. Я думаю, что начать свой ответ я бы хотел с того, чтобы вы определились с тем, что вам нужно, чего вы хотите. Потому что пока глобально ситуация выглядит так, что вы просто-напросто не хотите девушку отпускать. Относитесь к ней как к своего рода собственности, как к своего рода принадлежности, как к чему-то, что только ваше и ничего больше. При том, что сами вы, ну, к своей девочке уже тех чувств, которые у вас были, не испытываете. Вот. Вам надо бы определиться вообще, чего вы хотите. Если как быть, то что бы что. Либо разобраться в себе, либо гармонизировать отношения. Вот. Это первое. Второе. Меня зовут Валерий. Мне двадцать лет. Ну, смотрите. Вы говорите о возрасте вначале, я бы хотел спросить, имеет ли какое-то он значение для вас. Ну, вообще вот, глобальный возраст имеет для вас какое-то отношение. Что-то, о чём бы вы хотели сказать. Дальше. С шестнадцати лет я начал встречаться с девушкой. Отношения были хорошие, пусть и порой сложные. Ну, здесь сразу хочется у вас спросить, что значит хорошие, и в чём были сложности. Это первое. Второе. Видите ли, современный человек в шестнадцать лет, ребёнок в двадцать лет уже по сути взрослый. По факту. И из-за этого происходит резкий, скачок взросления. Тем самым фундамент взаимодействия между людьми несколько ускоренным темпом меняется, несколько резко меняется, несколько быстро меняется, что не всегда бывает естественно, что не всегда бывает адекватно, что не всегда бывает конструктивно, что не всегда бывает как-то, скажем так, отображено в сознании человека. И я не могу сказать, что удивлён тому факту, что вы со своей девочкой хотите расстаться, хотели расстаться. Вот, потому что начали вы с ней встречаться, когда были ребёнком, а как бы за эти четыре года, за пять лет многое изменилось, в том числе изменились и вы, в первую очередь. В первую очередь изменились вы, но получается так, что вы свои изменения как будто бы игнорируете. Да? То есть, вот, вы игнорируете то, что у вас прошли чувства в том смысле, что вы не признаёте себе в этом, в том, что ваши чувства прошли. И это никак не отражается у вас в сознании, ваше, ваше сознание. Дальше. Были ссоры, крики и другие типичные моменты в отношениях. Ну, надо сказать, что крики и ссоры в отношениях ни в коем случае не типичны. То есть, крики и ссоры связаны, как правило, с определёнными проблемами, с определёнными сложностями между людьми, и, например, ссора этого, страх близости, как психологической и духовной близости, так и близости интимной. Крики свидетельствуют о накапливании эмоций, о накапливании чувств. То есть, вы не выражаете своих эмоций, вы не выражаете своих чувств. Условно говоря, в реальном времени. Дальше. Довольно продолжительное время я начал думать о том, что свою девочку я не люблю, что это просто привязанность и привычка. Ну, смотрите. С одной стороны, если это привязанность и привычка, то то, из чего состоит по факту ваш вопрос и олицетворяет это. То есть, то, из чего состоит ваш вопрос и представляет из себя привычку и привязанность. Только привычка и привязанность возникают тогда, когда человек в этом нуждается. То есть, вы нуждаетесь в том, чтобы эта девушка была рядом с вами. Значит, она вам дает что-то, чего вам не хватает. Вопрос, конечно, заключается именно в том, чего вам не хватает. Дальше. В августе 2019 года я начал серьезно думать о том, как завершить наши отношения. И в итоге изменил ей с женщиной старше меня. Ну, вот здесь хочется спросить, как измена, вообще-то говоря, связана с завершением отношений. Такое ощущение, что вы пытаетесь скорее чего-то доказать. И в том числе доказать самому себе. С другой стороны, женщина старше вас означает, что вы, опять же, в чем-то нуждаетесь. Но теперь ощущение в том, что девушка вам дать не может. Так, она об этом не узнала. Но мысли о том, что я изменил любимому или нету человеку, стали меня отрепать. В конце августа я принял решение с ней порваться. Ну, не очень понятно, не очень понятен уход ваших мыслей. То есть, вы серьезно думали о том, чтобы отношения завершить. И поэтому изменили с женщиной старше себя. А после этого вы приняли решение расстаться. То есть, как бы здесь странно. Другой момент, что у вас появилось чувство вины, судя по тому, что я могу судить. Иначе нужно раскрыть значение фразы вашей о том, что мысли об измене стали меня отрепать. Что это значит? Дальше. Позвонил, поговорили, расстались по телефону. Она настаивала на встречу, я встретиться не смог. Или не захотели. Не смогли и не захотели. Вещи в общем разные. Дальше. Через два дня я уехал на вахту на два месяца. Первые дни десять мы общались со сетях. Основное первое писала она. В период работы на вахте я начал общаться с двумя девочками. Напомню, что это не мое. С бывшей на тот момент общение прекратилось полностью. Мое, не мое. А что Валерия Иважа? По приезду вахта я ей написал, что хотел бы увидеть и поговорить с ней. А зачем? Вы не пишете ничего о том, что у вас изменилось, что у вас переменилось, что произошло. Вы ей не пишете о том, что с вами произошло и что изменилось. Дальше. Так. Она сказала, что ей будет больно меня видеть и долгое время разговора она избегала. Ну это нормально, ей действительно больно вас видеть. В итоге мы встретились и суть встречи была такова. А ты сделал мне больно и сейчас я настроен не на себя, а не на отношения. Я не сдавался, пытался наладить с ней контакт. А зачем? Для чего вы это делаете? Вы ей не сдавались, чтобы что? Вы пытались наладить контакт, чтобы что? Для чего? Для чего это? Так. Ну она категорически была против встреч. Недавно я увидел, ну это логично. Недавно я увидел у неё в одной из сетсетей, потому что она с попругой катается с какими-то парнями и с горячей написал ей о том, что за идиоты тебя катают. Простите, с какого горяча, если вы с ней расстались? Она, по вашему мнению, не должна с ними кататься или что? В чём, как здесь образуется ваше восприятие этой ситуации и с чего она образуется? Ответ был, друзья, сегодня мы опять в моей просьбе созвонились. Зачем? Вечером? Вчера ночью она мои сообщения игнорировала, как казалось, она общалась с другом. Вдруг на самом деле это или и новый ухажер, я не знаю. А какая вам разница? Опять же. Она говорит о том, что отношения сейчас не нужны, она зациклена в себе. Когда я ещё раз задал такой вопрос, для чего вы задали вопрос, она сказала, опять же, что отношения интересуют особенно со мной. Ему за четыре года с моей стороны было много бронья, и как такового доверия у неё ко мне нет. Она не хочет говорить о прошлом и прочем. Но это, в общем-то, её позиция. Это её позиция, Валерий. Как мне быть? Чтобы что? Я бросил человека, сделал ему больно, а теперь сам страдаю из-за этого. Из-за чего вы страдаете? Нужно раскрыть суть вашего страдания. Пока всё выглядит так, что вы что-то потеряли. Не знаю, как мне поступить раньше, у меня вообще не было парней вокруг общения. Сейчас мне больно думать о том, что с ней кто-то реально, а не я. Из чего стоит боль, Валерий? Из чего боль? Что такое боль? Давайте как-то вот подробнее раскроем этот момент. О чём вы говорите? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.